Вот этот человек оказался главным задачем. А почему он оказался? Не в нем дело. Его держат в заложниках. Организованная преступная группировка. Куда входят эти прокуроры, куда входят, в которых возглавит Порошенко, и они действуют чисто по шантажисту. Это обычные шантажисты. То есть, его следят только потому, что он должен дать показания, что я действительно преступник. Как только он это подпишет, его отпустят на все четыре стороны. То есть, ему говорят, вы говори откровенно о Балге, скажи, я поверил ложь, иначе будешь сидеть. Вот и вся история. Они прекрасно знают, что у них нет дела. По этому делу его невозможно судить. Никого невозможно судить. Дело чисто политическое. Из трех намерений состоит. Дела у них нет. Просто они говорят, хочешь несколько месяцев с времен? А не хочешь, когда? Скажи ложь. Вот и вся история. Дела у них нет. Поймите. Нет такого дела. Если его прочитать, это просто набор анекдотов про зайца-волка. И все это в этом же здании судья Чокола это все показал. Есть просто их потребность шантажа одного человека для того, чтобы меня не мешал врать и лкать, воровать и обкрадывать сна. Вот вся история. Я очень горжусь, что я сказал, что я уже есть Михаилом Тайшули, с его командой и с ума Мур-Кси. Знаете, я 11,5 лет, вот сидел, как сейчас, вот, думал. 11,5 лет проживаю в городе Киеве. Так, первые. Я видел власть Януковича, и больше меня эту власть, ну, не знаю, что еще ненавидит. Я был участником Майдана с первого дня. Когда студентов виделись, с первого дня я был участником Майдана. Но ни к единой политической силе я не относился, я к политикой не увлекался. Это была моя злоб души. то, что власть Януковича не может управлять, что она как в Киеве. Вот. Ну, случились эти действия. Янукович уехал. Ну, думали, что обрадуются. Ну, в моем личном, дорогом мне Донецке, я лишился всего абсолютно бизнеса. Я лишился домов, квартир. то, что раньше у меня Камилла или где-то там, где-то там. Я стал невинизмой на территории России, на территории Крыма, на территории Белоруссии. Ни в Донецк, ни в Крым, ни в Белоруссию, ни в Россию я доехать никак не мог, где-нибудь не мог. Дальше. Ну, значит, занимался я бизнесом. И всю свою жизнь, ну, создательную свою жизнь я наградал, конечно, потому что за политической деятельностью у Михаила Саркашки в Бушу я была грузинская история тоже очень близка. Я видел Грузию до Михаила, в Украине и после. Ну, почему я пошел работать в партию, почему решил сказать себя «Соседа», потому что я как и большая часть сегодняшних украинцев был тоже обманут, тоже, как большая часть украинцев доверил Петру Порошенко нашу страну, когда он видел, что я говорю, ровно ничего там, ничего абсолютно не о нем. Я понимаю, что меня обвиняют, это полная ерунда, это дело. Во-вторых, бежать ни на территорию Российской Федерации, ни на территорию Белоруссии, ни на территорию Испании, Мальдив, я не собираю, не собираю, потому что за свою жизнь мне было столько, я закончил один колледж в Лондоне, да, он мне мог обеспечить работать в Лондоне, я туда уехал. Мне в Казахстане предлагали работу, это очень большая работа, это очень большая работа. Я оказался, я остался в Украине. Мой брат живет в Америке, очень хорошо живет, меня туда звал, сколько я туда не ехал. И в Вене мне тоже предлагали большую работу, я отказался, потому что я говорю после Мальдана. Я никуда не собираюсь, ни от кого уезжаю, а особенно от вот этих вот людей. Абсолютно, никуда не собираюсь его уезжать. Удивительно, вывели меня из машины под дулом пистолета, рядом с автоматами в меня прижали два здоровых лба. Ночью у меня, я спала, когда остановили. Я была в стрессовом состоянии, в ужасном стрессовом состоянии, в шоковом, можно сказать. И на меня давили психологически, говорили, что мы тебя сейчас закроем, там в тюрьму закроем, потому что ты пособница и так далее. Вот, подпиши то в темноте, что-то мне какие-то бумаги совали, говорили, что это просто процедура формальная, я должна подписать, я не помню вообще, что они мне подсовывали ночью, сонной. А вам кто-либо представлялся как следователь? Или как прокурор? Нет, они не представлялись. Вам рассказывали, в качестве кого вы допрашиваетесь, в каком деле и какие ваши права? Нет, ничего не было. Адвоката вам предлагали? Нет, адвоката не предлагали, естественно. когда приехал адвокат, как он называется, гражданский, не гражданский, через 3 часа после того, как меня держали вот ночью в этой машине рядом, под автоматами этим, и когда приехал гражданский адвокат, не знаю, кто его вызвал, они, простите, сказали мне, пошла нахуй отсюда. Простите за... Извините, я просто цитирую.